Известный российский композитор, автор многих детских песен Григорий Гладков приезжает в Таганрог не впервые. Его встречали здесь и во время книжного фестиваля. Не раз он становился участником футбольного матча «Звезд» в рамках благотворительной акции под флагом добра. Я нахожусь в замечательном отеле «Тимиринда», номер с видом на море. И все великолепно, конечно. Очень красиво, уютно. Картинка располагает, да. В июне этого года Григорий Гладков посетил Таганрогский фестиваль «Людей с ограниченными возможностями. Мир без границ». По его признанию, остался в полном восторге от общения с этими сильными людьми. На фестивале он познакомился с руководителями фонда «Попечительство и забота». Совместно они приняли решение провести в Таганроге всероссийский инклюзивный фестиваль детского творчества «Кита Таврик». У нас идея вообще спонтанно появилась. К нам приехал гость и мой друг Григорий Васильевич Гладков. Мы с ним гуляли по набережной. Ему очень понравился наш город. Он говорит, Николай, давайте совместно придумаем в городе что-то типа фестиваля. Но мы подумали, что это типа делать не надо. Если делать, то все хорошо, чтобы фестиваль получился у нас хороший. И вот в течение месяца мы работали над этим. Григорий Васильевич нам помогал. Ну и сегодня приехал оценивать жюри. Подготовка к фестивалю прошла в кратчайшие сроки. Уже через месяц после принятия решения о его проведении все было готово. Местом проведения фестиваля был выбран концертный зал «Олимп». К его входу Григорий Гладков, как настоящий детский волшебник, подъехал в карете вместе со сказочными героями. Участники фестиваля даже не подозревали, что их ждет такой великолепный сюрприз. Я, конечно, потрясен ребятами из фонда «Попечистство и забота», потому что за короткий срок, за месяц они сумели подготовить фестиваль. Ну, я думаю, что самообстановка уже и зрители уже были готовы к фестивалю. Ребятам, особенно инвалидам, очень нужна какая-то площадка, и не одна, где они могли бы раскрыть свои таланты. То, что мы-то свои раскрыли, взрослые и здоровые. А ребятам, ну где? На телевидении нет программ, на радио тоже, я думаю. Нужны какие-то фестивали, мастер-классы, где их бы оценили, где подсказали этим людям. В общем, я очень рад, что такое фестиваль. Фестиваль инклюзивного детского творчества «Кита Таврик» носит приставку «Всероссийский». Правда, пока в первом фестивале приняли участие лишь ребята с Таганрога и Ростовской области. Все конкурсанты, а здесь на равных выступали и обычные ребята, и дети с ограниченными возможностями, были поделены на три возрастные группы. За их выступлениями следила строгая жюри, возглавил которая мэтр Григорий Гладков. Эти ребята, так называемые инвалиды, они знают цену жизни, они талантливые, очень целеустремленные. И, конечно, они могут большую пользу России принести, если им дать средства производства. Те же компьютеры научить их, поддержать. Они могут очень многое сделать. В каждом из трех отделений фестиваля жюри просмотрело около 20 концертных номеров. Это были совершенно разные по жанру выступления. Кто-то из участников подготовил песню, кто-то танец, а были и те, кто попытался достучаться до сердец зрителей сильным словом поэтического произведения. Мы сегодня будем выступать с коллективом, будем танцевать два номера. Мы всегда участвуем в конкурсах. Думаю, мне просто интересно, что это за конкурс будет вообще, потому что я никогда не участвовала в таком конкурсе. Он у нас первый раз. Но для нас, как этот конкурс первый в нашей практике, очень интересно будет поучаствовать в таком, как сказать, необычном фестивале для детей с необычными способностями. В итоге я подала заявку, и теперь я участвую в этом фестивале. С каким номером будешь выступать? Я буду выступать с румяными номерами. Это жестовая песня. Первую песню я исполню, которая называется «Мечта», а вторую песню «Мир без войны». Отдельно жюри оценило работы юных художников и ребят, которые мастерят поделки своими руками. Мини-выставка этих работ разместилась в файе «Олимпа». А музыкальная конкурсная программа шла целый день. К концу дня немного устали и сами ребята, и даже члены жюри, которым предстояло сделать непростой выбор – определить победителей в каждой возрастной группе. Но они с этим блестяще справились. Все ребята получили дипломы участника фестиваля. Особо были отмечены люди, которые помогли фонду, попечительство и забота подготовить и провести этот фестиваль. Победители, кроме дипломов, получили еще специальный знак фестиваля «Синего китенка», который стал символом этого детского праздника. «Китенок? Его зовут Китотаунинг». «Олимпа». Продолжение следует...